Срез работы управления ФАС за первую половину 2020 года показал, региональные антимонопольщики держат руку на пульсе самых актуальных проблем. Медицинская сфера на острее пристального внимания всех жителей России и, конечно, контролирующих инстанций. С 2015 года ФАС планомерно работает над снижением цен на жизненно важные препараты. Результат за пятилетку – падение стоимости этого списка лекарств на 40-50%. В абсолютных цифрах фармкорпорации потеряли 8 миллиардов сверхприбылей. Задача ковидного периода – сбивать спесь желающих поживиться на препаратах для амбулаторного лечения коронавируса. Они появились уже у нас в некоторых аптеках в столицах по 12 тысяч, по 13 тысяч рублей эти препараты. Вот после ряда обращений ВАЗ, средств массовой информации, их включили в перечень жизненно важных необходимых лекарственных средств. И федеральные антимонопольные службы сейчас смотрят себестоимость. И наш руководитель также заявил о том, что в ближайшее время они будут уменьшены в 10 раз. Он также предложил создать единый сайт для реализации конфискованного имущества. Такого по России примерно на триллион рублей. Современная система его продажи допускает серые схемы. Например, автомобили стоимостью в миллионы можно купить всего за 100 тысяч. Еще одна тема, за которую плотно берется ВАЗ – фальсификат продуктов питания. Под оригинальной упаковкой продуктов питания, которые сделаны, допустим, в Западной Европе, мы употребляем, к сожалению, с вами совершенно не те продукты питания, которые употребляют население Германии, Франции, Бельгии и так далее. Работы много. ВАЗ старается успевать по всем ключевым позициям. СМИ оперативно сообщать о работе ведомства, затрагивающей каждого из нас. За благотворное сотрудничество лучшие ульяновские редакции по версии антимонопольщиков получили благодарственные письма от руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова